Всем привет, с вами Инженти и возвращаемся мы на 1-2 финала фасткапа номер 46, ой, господи, 63-47, уже путаю цифры, это только вторая игра, что же будет дальше, ну ладно. В 1-2 финала встречаются у нас команды Dodo Alla и Evil Knife. Dodo Alla играет за Radiant, Evil Knife за Тьму. Баны команды Void и Death Profit, команда Dodo Alla забанили пока что только с Силенсера и сейчас их второй бан. Пока у нас второй бан, я постараюсь вам рассказать о командах побольше. Ну, напомню, что команда Dodo Alla выиграла вчера фасткап номер 63-33, обыграв команду TP Save в финале. Финал был, скажу честно, скучноватый, потому что, ну, Нага в игре, ну, это такое. Так, забанили у нас Разора. Игры с Нагой всегда скучные, хотя, ну, кому как, лично, это лично мое мнение, и оно может не совпадать с вашим. Команда Dodo Alla имеет статистику 5-1. Неплохие такие новички на Старладере, ну, либо не новички, ну, команда свежая, по крайней мере. Взяли, тем временем, Бристлбека. И сейчас я вам постараюсь рассказать о команде Evil Knife. Открываем мы их статистику. Ну, и команда Evil Knife имеет немножко похуже статистику. У них счет 2-4. 2-2 победы, 4 поражения. Обыграли они команду AG вчера. Ну, и команду Роков сегодня. Тем самым попали в 1-2. Команда Dodo Alla взяли себе уже Брюмастера. Ну, и посмотрим, посмотрим, кого они добьют еще. Это появляется Skyrass Mage, который вчера у нас был во всех играх, на котором играл Мэтт Тролл с команды ТП Сейв, который просто жизни не давал оффлейнерам. Я еще долго его не забуду, этого Skyrass Mage. Серьезно. Мэтт Тролл на нем отыгрывал довольно-таки неплохо. Если до вчерашнего дня, я думал. Ну, Skyrass Mage, Skyrass Mage, обычный саппорт. Но вчера я понял, что 4 клавики и Аркан Болты творят чудеса. Скажем так. Пока у нас тут дополнительное время, параллельно идет уже 2 фасткапа. Но я вам расскажу про 63-46. Так, команда Evil Knife взяли овермага. В этом фасткапе играет команда, за которой мы вчера смотрели, команда ТП Сейв. Они уже обыграли команду AVENB в 1-8, команду STS в 1-4 и сейчас в полуфинале играют с командой BB. Ну, можно пожелать им только удачи в этом. Может быть сегодня удача будет на их стороне и они надержат победу. В фасткапе. Напомню, этот фасткап от группы в Raid Call. И для того, чтобы играть на этом фасткапе, вы должны находиться в группе SLTV. Ну, это так. Именно от Raid Call группы этот фасткап проводится. Ну и там всякие плюшки будут за него. Тем временем забанили уже у нас Phantom Assassin и сейчас третий бан команды Dodo Alla. Напомню, что мы смотрим сейчас верхнюю часть сетки этого фасткапа, которая, ну, быстрее подойдет к финалу, скажем так. Таким образом, если нам повезет, то, может быть, даже на второй полуфинал. Если мы успеем, конечно, то на второй полуфинал мы тоже ворвемся. Ну и таким образом, больше игр и интереснее будет этот фасткап для нас. Ну, а затем можно будет запилить обзорчик на него, который будет так же, если он будет сделан на канале Dodo SLTV. Ой, Dodo SLTV. SLTV Tour, конечно же. SLTV Tour я уже слишком загнал на Dodo SLTV. Туда. Там выходит поинтереснее обзор, и поэтому туда тоже подписывайтесь. Ну и раз я уже заговорил за подписку, то подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте и на все остальные социальные сети тоже StarLadder. Это группа ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, если вы там зарегистрированы. Все ссылки есть в описании под плеером на Твиче, либо же на Ютубе, если вы смотрите на Ютубе. Так, забанили антимага. Странный бан, на самом деле. Не думаю, что он бы здесь появился. Ну, Джокира, Джокира это понятно, Джокира довольно-таки неприятный герой, про которого вспомнили, скажем так, неплохой стан, неплохое замедление с уроном. Да, и в принципе, ультимейт тоже хороший. В каких-нибудь небольших местах, скажем так, в каких-нибудь подъемчиках, там, где узкие проходы. И если там начинается драка, и там получится Макропира, то, ну, для команды противника, эта Макропира будет довольно-таки неприятной. Тимберсоу появляется в пике у нас, ну, и игра обещает быть интересной. Темплар Ассасин в ответ от команды Эвил Найф. Так, ну, что еще можно сказать по этим командам? Сейчас попробую узнать, будет ли какая-то из этих команд участвовать в аматорской серии 11-го сезона, что я и вам рекомендую сделать. Регистрация до 16-го ноября, и 17-го уже начинаются игры. Напомню, что команды, которые вылетят в первом и втором раунде аматорки, попадают в аматор джуниор, где приз составляет 100 долларов. И такой неплохой бонус для начинающих команд, которые будут играть против команд, равных себе, скажем так. Так. Так, команда Тота Алла не участвует в аматорке, но пока они не зарегистрировали, скажем так, может у них еще. Появится желание, но и команда Эвил Найф тоже пока не горит желание участвовать в аматорке. Ну да ладно. Решение команд. Медуза появляется у нас опять против команды Тота Алла. Ну и я не удивлюсь, если сейчас появится какой-нибудь Никс. Либо Сларк. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Резерв time. 5 секунд remaining. Дополнительного времени вообще не осталось у команды Тота Алла. Там 2 секунды всего лишь. Как-то они, походу, перестарались. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Резерв time. Сразу извиняюсь за эти подтормаживания. Так, ну что, последний бан. Спектру забанили. Ну ладно. Так. Ну что, кто последний герой будет? Сларк. Ну, я же говорю. Ну и что, будем смотреть опять на трипл-линию от команды Дуал. Будем смотреть на этого Сларка. Если они опять угадают, куда пойдет трипла команды Evil Knife, то спектре будет не самая лучшая жизнь на этой карте. Ну и последний герой это Бэйн. Появляется у нас. И разбирают игроки героев. Но и остается только Тимбер. 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 Тимбер не взял героя. Ой. Ой-ой-ой. Так, ставится пауза. Ну, пока у нас пауза, назовем игроков и героев. Начнем с команды Дуал. Чокобосс играет на Скаверас Мейджи. Мэш на Эншит Оперейшн. Демоник играет на Бримастере. Бэккент Бизнес, который заменит у нас теперь Таланта. Играет на Сларке. Ну и последний игрок это у нас Ф1. Ему остается Тимберсоу. Ну и команда Evil Knife. Ласт Дог играет на Бэйн. Заяц на Бристолл в бэке. Икспром на Медузе. Соломка на Темплер Ассасин. И Наф-Наф на Огар Маги. Вот так вот распределились у нас игроки и герои. Ну и ждем пока у нас решатся проблемы с Ф1. Какие у него там проблемы я не знаю. Надеюсь игру мы увидим. Так, ну вот с такими задержками я уже не знаю. Сможем ли мы посмотреть второй полуфинал. Хотелось бы. Продолжение следует. Упс. Я пытаюсь найти хоть какую-то информацию. Интересную, чтобы почитать можно было. Во время паузы. Да, на канале ДОТСЛТВ вышло ревью лан-финалов 10 сезона. Поэтому стоит посмотреть. Довольно таки интересно все рассказано. Ну и в течении 5 минут там Вилат все подробно рассказывает вам. Напомню, ютуб канал ДОТСЛТВ. ДОТСЛТВ. Так, здесь Сларк будет стоять с Каверс Мейджем и Аппаратом на миде Брюмастера. И сверху у нас будет Тимберсоу. Кстати, вчера этот Тимберсоу принес небольшие проблемки на линии команди ТП-Сейв. Так, находит Бристалбека. Смотрим, у нас Ларка. Баунс, зацепил. Залетает Конкассив Шоуд, начинает наваливать. И это Ферст Блад забирает его у нас опять Сларк. Так, инвиз находит у нас здесь Тимберсоу. Ну и сейчас... Наверное, спарит эту всю хапшу. Не, пошел в другую сторону. Хотя вот здесь вот, в принципе, все это будет видно. И на ворде. Еще и спаун заблочил. Ну, просто царь у ГФ1. Тут нечего сказать больше. На миде. Ну, на миде пока... Такое... Будет противостояние. Кто кого переформит, не более. А вот на вот этих вот парней... Тимберсоу и нас Ларка можно будет... Тимберсоу и нас Ларка можно будет и нужно будет даже понаблюдать. Так, бутылку несет себе уже Брюмастер. Мне принес. Так, сверху Тимбер. Что у нас? Ну, Тимбер будет, как обычно стоит, терпеть. Хотя, он тут еще навалит. У ГРУмагу. Поэтому... Так, залетает конка сишот Бистлбека. Аркан болты. И сейчас будет паунс от Сларка. Хороший паунс. И... Это второй фраг для Сларка. Ну, и опять Сларк начинает набирать обороты. Ну, и фиг его знает, что потом с ним делать. Ну, либо же Бейки Бизнес просто... Решил побаловаться. Палант. И палант. Ну, да, скорее всего, я уже тут начинаю... Хочется, что тут замены какие-то. Но ведь Сларк тот же. Поэтому... Скорее всего, просто менял ник. Так, ну, и легендку находит. Бримастер. Ну, кстати, повторяется... Вчерашняя игра. Сковерас Мейдж. И вот. Тут, как бы, Бристлбек. Оффлейнер. Первого уровня. Ну, тут, конечно, один крип умрет, будет второй. Да, вот, получается, второй. Но... Пока... Что-то у нас похоже с прошлой... С вчерашней игрой, точнее говоря. Ну, и... Очередная пауза. Телефон. Пару минут просит. Пару моментов, если быть точнее. Ну, скоро, в общем говоря. Продолжится игра. Так, Темплар Ассасин тоже покупает себе бутылку. Ну, видно, что левел чуть-чуть опережает. Темпларка Бримастера, ну, совсем чуть-чуть. Но, опережает. Так, ну, блин. Эти паузы не самое приятное, на самом деле, в доте. Ну, раз надо, так надо. А Арбов Мена покупает себе Сларк. Ну, почему бы и нет. Еще больше замедления, плюс яд. И Бриселбек будет умирать быстрее. Так, Медуза себе что несет. Грейс Бэнд. Это уже Аквила. И на что-то рецепт. А, нет. Это тапок. Носок, точнее говоря. Ну, да, как раз-таки. На Арбов Мена и... Грейджиные стики. Пока не спешит себе ничего нести Темплар Ассасин. Ну, и плюс ко всему, Курьерчик-то занят. Не получился. Ну, да ладно. Один крип не пошел, ах, какой-то проказник. Ну, и стак тоже. Не удался. Не удался. Да, не удался. Вот, наконец-то осуществился Курьер. Ну, и бутылка. Грейджиные стики летят. Темплар Ассасин. Тем временем, снизу опять убивает Бриселбека. Это уже третий фраг для команды Долл. Ну, и третий фраг для Сларка. Полторы куска у него в руках. Ну, и фиг знает, как его потом восстанавливать. Так, Брюмастер. Вот опять у нас два игрока, которые начинаются на БР и начинают путаться. Так. Барабан несет с Бесларк. Брюмастер. Шестой левел. Будет фармить Блинк. Чтоб наверняка. Тимбер. Пятый. Ну, думаю, скоро он получит шестой. Плюс отводец. Ага. Пришел наверх Брюмастер. На хосте. С ультимейтом. И поэтому можно будет попробовать убить Медузу. Пока она только четвертый уровень. Ну, пока не получила, но почти. Убегает Брюмастер. Поэтому тут никого убивать не будут. По крайней мере, сейчас. Так, аппарат подбирает Энвиз. Идет на Мид. Значит, будут пытаться убить Темплер-Оссасин, либо куда? Нет, просто походу чекает здесь, кто где находится. Так, выходят на Темплер-Оссасин, Сайленс, Аркан-Болты, Праймал-Сплит. Еще тычек. Там залетает аппарат, и можно было даже не прожимать. Праймал-Сплит. И так убили, в принципе. Так, ну вот, вышку подамажить, в принципе, можно. Убили крипов, ну и... Вышка тоже сейчас упадет. Летит сейчас сразу двое человек, Темплер-Оссасин. Ну и... Сюда еще прилетает обур. Такие прям, типа, никеры. Лучше бы они на Сларка прилетели. Вниз. Плоку было бы больше, на самом деле. Чем от того, что они прилетели на мид. Так, Слип. Разбудили. Ну и... Все. Ой-ой-ой. Может погибнет же сейчас Бэйн, лол. Вот, ошибка. И... Медуза тоже может сейчас отъехать. Чакрам. Ну, блин. Ну... Да это как-то... По-тупому, скажем так. У вас же вроде как стоит вард. То есть, было видно, что идет сюда. А, он вроде... Он уже вроде вот так уходил. Тогда-да. Она не была. Видно. Как раз он сюда подошел. Все, тогда вопросов нет. Но все равно... Тимберсов просто так сам бейковать не будет. Он убил, конечно, Бэйн, но... Если бы он не был уверен, что он сможет это убить, он бы не делал этого. А вот... Хотя он уже восьмой уровень. Ну, чего тут бояться ему? Медуза какой? Медуза пятый. Не ультимейт, а... Не артефактов, в принципе. Пока еще нет. Поэтому можно спокойно убивать. Поваляется Блинк у Бримастера. Не появляется, но его покупает. Сейчас летит он. Такой курьер. Evil Geniuses. Разбили вард. Ну и нужно быть аккуратнее здесь. Соломки. И опять пауза. Ага. Ага. Пока проверю, что у нас там в турнирной таблице. Второй полуфинал уже вроде как... Ну, может начаться. Там уже вышла... Вторая команда на... SYS. Ну, получается, SYS играет против... Ну и... Дуэл против... Evil Knife. Это вот игра, за которую мы сейчас смотрим. Да. Обидненько, что не получится. Посмотрите, у нас... Второй полуфинал. Ну да ладно. Так. Лагает. Кого-то. Ну, будем надеяться, что все пройдет. Не совсем я этого понимаю, конечно. Что? Ну, подождем, подождем. Что еще сказать. Ну, в принципе, 10 минут прошло. Можно взглянуть на графики. Команда Дуэл ведет 5000 по голде. Не, ну... 5500. Где-то... 5700 по XP. По артефактам, что у нас аппарат тапок. Скорость мяч тапок. Тимберсоу, арканы и... Что-то собирает. Это что-то у нас... Форстаф, я бы не сказал. Соло ринг на... Блудстоун, в принципе. Возможно... Так, с ларк у нас барабаны. Арбов веном. И ПТ. Остается, у нас беремастер из команды Дуэл. Блинк. Бутылка. И обычный тапок. И команда Эволна. Медуза. Физы. Аквила. Бристалл Бэк. Обычный тапок. Темплер Ассасин. Физы делает. Есть 13 зарядов на стике. И бутылка. Бэйн. Сол ринг. И Оггармаг. Ну, по сути, ничего не имеет о Гармах. 700 голды. 3 минуты просят у нас игроки. Говорят, что 3 минуты еще подождут. Физы. Один минуты. 2 минуты. Я відчиняюсь. Продолжение следует... 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 2 по графикам у нас уже 18 где-то тысяч по голде 15 по xp это все как раз таки после этой паузы пошло закончилась пауза и вот у нас графики пошли вверх точно так же и здесь по нетворсу у нас только медуза как-то разбивает команду на 2 части так принципе даже саппорт сковора сковора с мейдж переформил мидера команды и волны в принципе думаю это ненадолго я разделяю скоро она присоединится к своим товарищам по команде зря прожали сейчас фортификейшн это я хочу сказать и после этого товара могли наверное и отойти команда дом но так они понимают что там больше нет глифа поэтому можно будет захватить на хайграунд появляется был стоун у тимбера но его там пошел заход понимаю что нет глифа начинают ломать т3 так дарт пак на медузу медуза пожимает ультимейт хорошо разложился сейчас рюмастер уже даблкил для сларка сларк дальше пауз триплкил бэйна забирает у нас тимбер ну и даблкил оформляет тимбер темп ларка сразу делаю пайпэк не так уж и долго остальные вот наконец у нас кг и вот он рэмпэдж держи сларк сларк у нас отошел как-то то ли фейкует то ли пихи узнаешь что нет не фейкует трон падает команда дуала выходит в финал фасткапа номер шестьдесят три сорок семь для вас эту игру комментировал инженте не забывайте подписываться на все социальные сети стрелок ртв не забывайте подписываться на мою страницу вконтакте но и вы никуда не расходитесь небольшая музыкальная пауза и финал фасткапа ну и либо я же если нам повезет то мы попадем на второй полуфинал никуда не расходить